Добрый день! Мы начинаем в рамках проекта Экзегет. Наш видеокомментарий к книге Деяний Святых Апостолов и темой нашей сегодняшней беседы будут необходимые вводные сведения книги Деяний. Для того, чтобы было ее удобно читать, разбирать, размышлять над ней, нужно обязательно сказать несколько слов о структуре книги и об основных идеях, которые содержатся в этой книге. Что касается структуры книги Деяний, то мы здесь должны будем назвать несколько особенностей, которые помогают более точно понять характер этой книги и более точно понять ее смысл. Эти особенности заключаются в том, что это труд, который сам автор сознательно составлял из нескольких рассказов. Если обратиться, скажем, к формальной стороне проблемы, то книгу Деяний можно будет разделить на две части. Это формальное деление по главам. Первая часть будет составлять главы с первой по двенадцатую, и вторая часть – главы с тринадцатой по двадцать восьмую. Если такими широкими мазками представить себе содержание этих глав, то получится, что первая часть, с первой главы по двенадцатую, содержит рассказ о истории первохристианских общин в Иудее, в Самарии и в Антиохии, а вторая часть с тринадцатой главы по двадцать восьмую в основном рассказывает нам о путешествиях апостола Павла, и эти путешествия географически уже выходят за область Палестины, за область Сирии, и распространяются не только на Малоазийский полуостров, но и в том числе на Европу. Вот наряду с таким формальным делением на две части в книге «Деяний» мы можем увидеть особый композиционный принцип, который заложен в словах Христа. В первой главе книги «Деяний» Господь Иисус Христос, обращаясь к ученикам, говорит, что «Вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли». И хотя эти слова Христа, они являются повелением для апостолов проповедовать Евангелие, Господь как бы предсказывает, где они должны будут это делать, сама книга «Деяний» в общем-то строится по этому принципу, заложенному Христом. И мы действительно видим, как в повествовании этой книги сначала идут рассказы о событиях в Иерусалиме, чуть шире в Иудее, потом в Самарии и путешествия апостола Павла, то, что можно назвать словами до края земли. Теперь, когда мы знаем общую структуру книги «Деяний», в общих чертах ее представляем себе, можно поговорить об определенных особенностях этой книги, структурных особенностях, композиционных особенностях, которые, опять-таки, помогут нам в изучении этой книги. Любой читатель книги «Деяний» заметит, что эта книга имеет внутри себя еще одну книгу, которую условно можно назвать «Книга апостольской проповеди». Повествование «Деяний» содержит очень большой объем прямой речи. Эта прямая речь относится абсолютно к разным лицам. Это не обязательно апостолы, это в том числе и язычники, и люди неверующие. Но большую часть книги, конечно, занимает опробовать апостолов, притом изложенная автором книги «Деяний», каковым является святой апостол Лука, изложенная автором «Деяний» в виде прямой апостольской речи, в виде более сжатых или пространных пересказов их проповедей. Поэтому, когда мы читаем книгу «Деяний», мы должны обращать внимание на это. И если мы хотим глубже узнать богословие того или иного апостола, например, апостола Иакова, апостола Петра или апостола Павла, недостаточно для этого будет обратиться к их посланиям. Конечно, наверное, это мы сделаем в первую очередь, но обязательно нужно сравнить то, что написано в посланиях, с тем, что эти апостолы говорят на протяжении книги «Деяний». Следующей композиционной особенностью книги «Деяний» являются многочисленные повторения. Они интересны именно тем, что деописатель Лука опускает в своем рассказе многие события, которые, на самом деле, для нас представляли бы большой интерес. И эти события мы можем восстанавливать, мы можем их реконструировать, используя материал послания апостола Павла. Например, деописатель Лука не упоминает о трех кораблекрушениях, которые до своего четвертого кораблекрушения пережил апостол Павел. Деописатель Лука не упоминает о трехлетнем пребывании апостола Павла в Дамаске, не упоминает о его проповеди в Аравии. Об этом мы узнаем из послания апостола Павла, в частности, из послания апостола Павла к Галатам. И, наверное, с нашей точки зрения было бы разумно рассказать о том, о чем еще не сказано, чем повторять то, что уже было сказано. Но недаром я отнес повторение деописателя Луки именно к оппозиционным особенностям этой книги, потому что каждое такое повторение, оно имеет особый смысл и, наверное, как-то соответствует авторскому замыслу о самой книге. В качестве примеров таких повторений и обоснованности таких повторений можно сослаться, во-первых, на историю обращения апостола Павла. Лука три раза упоминает об этой истории в девятой главе, в двадцать второй главе, в двадцать шестой главе, пересказывая эту историю. Но если мы внимательно посмотрим на детали этой истории, то поймем, что эти повторения не случайны. В первом случае сам Лука, как автор книги «Деяний», с чьих-то рассказов других свидетелей, рассказывает о истории обращения апостола Павла в достаточно краткой редакции. Затем в двадцать второй главе об этой истории рассказывает уже сам апостол Павел. И в сравнении с материалом девятой главы мы видим ряд очень интересных для нас дополнений, которые делают эту историю более подробной. Ну и в двадцать шестой главе об этой истории опять-таки рассказывает апостол Павел, но здесь появляется новая интересная особенность. Слова Христа, обращенные к апостолу Павлу во время этого видения, приведены апостолом Павлом в максимальном объеме. И в этих словах Христа мы видим, что, оказывается, во время этого видения Господь Иисус Христос фактически рассказал апостолу Павлу всю его жизнь, все его будущее и, скажем так, все содержание его будущего апостольского служения. И понятно, что, с одной стороны, эти повторения можно объяснить именно тем, что в то время не было возможности редактировать текст, как это сейчас. Сейчас мы делаем электронные документы, и волей-неволей узнавая какие-то подробности, приходилось эти подробности дописывать, а не менять изначальный текст. Но, тем не менее, даже если это было так, даже если было так, новые повторения в книге деяний, они делают наше понимание тех или иных событий более глубоким. Но можно сослаться, например, на менее явный и понятный для нас пример повторений. Почему история обращения в христианство римского центуриона сотника Корнилия рассказывается аж целых четыре раза? Но это-то, казалось бы, зачем? Что нового мы можем узнать здесь? Если мы внимательно прочитаем текст, то мы заметим, что, в общем-то, новой информации с каждым новым рассказом, повторяющим рассказом, вроде как, к нам не поступает. Но, тем не менее, отличия, есть эти отличия очень интересные. Историю обращения Корнилия Сотника пересказывает Лукаса своих слов. Потом эта история вложена в уста апостола Петра и частично саму историю своего обращения и божественного видения рассказывает сам Сотник Корнилий. Эти рассказы совпадают, но в них появляются некоторые детали, которые дают описанию этого события, необходимую для исторического труда психологическую глубину. Например, когда о видении, которое было Корнилию Сотнику, рассказывает сам Корнилий, он говорит, что, когда я молился, предстал в моей комнате некий муж в светлой одежде. Ну, если более точно, то просто некий человек в светлой одежде. В то время, когда об этом событии рассказывают Лука и Петр, они однозначно свидетельствуют, что Корнилий явился ангел Господень. И вот здесь мы видим, насколько точно деписатель Лука отражает психологию этих людей. Корнилий, как человек, в общем-то, еще далекий от истинной веры, конечно же, интерпретировал вот это необычное явление, как появление какого-то незнакомого человека в его комнате. В то время, как Лука и апостол Петр, которые были воспитаны в соответствующей библейской традиции, уже интерпретируют это явление как явление ангела. И здесь мы видим, что каждый персонаж этой истории, он излагает свои мысли, говорит так, как он должен говорить, в соответствии со своим мировоззрением, со своим, в том числе, религиозным кругозором. Когда описывается видение апостолу Петру, которое служило одним из таких мотивирующих моментов к обращению сотни к Корнили, об этом видении рассказывает и апостол Петр в виде прямой речи, и об этом рассказывает деписатель Лука, мы, опять-таки, видим одинаковое описание. Но, тем не менее, когда об этом говорит Лука, да, он говорит, что это видение спускалось с неба на землю, в то время, когда об этом говорит сам апостол Петр, он говорит, это видение спускалось ко мне. И здесь при всей одинаковости описания мы видим, при-таки, усложнение психологической картины. Лука, как посторонний наблюдатель, как беспристрастный историк, конечно же, использует более отвлеченные выражения, что видение спускалось с неба на землю, это логично, но апостол Петр, как тот, к кому было обращено это видение, да, и кто непосредственно переживал, он, естественно, говорит, что это видение спускалось с неба ко мне. Можно, конечно, не обращать внимания на эти тонкости, но я думаю, что это всегда свидетельство в пользу историчности книги Деяний. И поскольку мы сейчас говорим о композиции этой книги, мне думается, что вот эти такие особенности композиционные, как повторение различных сюжетов, они служат историческому характеру этой книги, не исключая, конечно, ее священный характер, который для нас стоит на первом месте. Следующей композиционной особенностью книги Деяний является наличие обобщений. Апостол Лука постоянно стремится к тому, чтобы не просто фиксировать события, но давать для них какое-то осмысление и подводить некий итог. Здесь мы видим стремление апостола Луки к некой аналитической работе над тем материалом, который находится у него под руками или который он наблюдает. Рассказывая о тех или иных событиях в хронологическом порядке, Лука как будто бы останавливается и подводит резюме тем событиям, которые произошли, дает краткое описание, краткую общую характеристику текущему моменту церковной жизни. Вот все эти элементы композиционные, которыми, конечно, не исчерпывается исследование книги Деяний, мы должны иметь в виду и в таком случае, когда мы будем читать эту книгу, наше восприятие этой книги будет более структурным, более систематичным и, соответственно, с большей легкостью будет воспринято и нашим сердцем, и нашим умом.